Эмиссиона есть рекомендата де Шато Вартелий. Каждому из них остальные семеро будут оценивать. Тот, кто в конце проекта окажется не только самым гостеприимным, но и у кого, по мнению остальных, будет самое лучшее вино, тот и станет победителем. Этот винодел получит главный приз – 5000 евро. Ион Лука – винодел из Молдавии. Арам Мачинян представляет Армению. Торники Чубенидзе занимается производством вина в Грузии. Еще Грузию представляет Аурика Кройтор. А Оксана Ткаченко – винодел из Украины. Второй представитель Молдавии в этом проекте – Калин Апроду. Вазген Хачикян занимается производством вина в Армении. Неподалеку же от Одессы живет украинский винодел Валерий Петров. Битва виноделов началась. Гамарджоба, Грузия. Главная героиня сегодняшнего дня – Аурика Кройтор. О себе она говорит так. Я из Молдавии, но в сердце грузинка. Она – управляющая винодельней Мосмери. Мосмери, как и большая часть грузинских виноделин, находится в Кахетии, в самом известном винодельческом регионе Грузии. Своих гостей, остальных семь виноделов, Аурика встречает в одном знаменательном месте – у мастера Квеври. Что такое Квеври – об этом чуть позже. И сегодня первым навстречу приезжает второй представитель Грузии – Торники. Известно только то, что почти все виноделы уже приехали в Грузию. Но было решено, что группе необходимо получить дозу витаминов, и поэтому нужно остановиться у фруктово-овощной лавки. Мандарины в Грузии нужно покупать, потому что они очень вкусные. Мандарины куплены, можем двигаться дальше. На самом деле, уже с начала проекта, в поездках на длинные расстояния наших героев всегда сопровождают мандарины, шоколад и армянский коньяк. Все вместе это называется царский поцелуй. Предлагаю дозу за Грузию. Коктейль армяно-грузинский, армянский из мандарина. Как? Гамарджоба. 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 У меня был гастрономический оргазм. У меня тоже. Той айвой, который я сегодня здесь купил. То же самое из мандарины. Виноделы задерживаются, но в Грузии на этот счет особо не беспокоятся. Об этом даже шутят сами грузины. У нас даже есть такое понятие, что если ты человека приглашаешь в 5 часов на ужин, ты должен предполагать, что он придет в 6 часов на ужин. И это нормально. И никто не обижается, и никаких претензий нет. Сегодня грузины вовремя. Моколение грузинов всегда вовремя. Это старый стереотип. Арам, дядь! Новая стрижка у Торники. Это не новая, это стандартная, стандартная. Это там было старое, это вот так. В Молдове это называется шведский мальчик. Он просто постригся, прекрасно выглядит. И да, ему идет. Это не новая прическа. Я просто перед приездом в Молдову и в Украину не успел. Это не новая. У меня всегда такое, но... Торники без обиды. Шикарная стрижка. Я просто тебе завидую. А у меня нету, чтобы так делать. Мы в Молдове, мы в Молдове. Давай сразу анекдот. Сходу. Сходу, давай. Мальчик подходит к дедушке и спрашивает. Дедушка, сколько тебе лет? Он говорит, 110 милочек, 110. А ты куришь? Курю. Вино пьешь? Пью. А почему ты куришь и пьешь? А иначе я никогда не уйду. Иначе не крылья. И Калин знал, что, конечно, встав в ногу на кавказскую землю, Торники обязательно будет просить анекдот. И он был готов и сделал это. Но лично мне очень нравится. И в самом деле отсутствует украинский винодел Петров. Но если серьезно, господин Петров задержался в аэропорту и после 24 часов, проведенных в пути, он наконец-то приземлился на грузинскую землю в аэропорту Тбилиси. Ой, где меня только не носили. В Турции был за Турки, уже хотел по дешахам там становиться. Гарем предложили, кстати. О том, что рейс сдержался со Стамбула на три часа, стыковка не получилась. И поэтому перенесли на два часа ночи. Грузия как бы это начинает. Начало виноделия от Армении Грузии. Надо ехать. Начало экскурсии Аурики Валерий вынужденно пропустит. Ведь ему еще час нужно ехать на машине. Я решила сегодняшний день начать с нашего богатства. То, что является визитной карточкой Грузии. Нас сегодня принимает у себя наш уважаемый Заза Кбелашвили. Заза, четвертое поколение мастеров по приготовлению квеври, которое делается вручную. И я думаю, что поделиться с вами этим опытом – это как раз то, чем я хотела вас удивить. Квеври – это большой, часто выше человеческого роста глиняный кувшин, в котором уже 8 тысяч лет рождается знаменитое грузинское вино. Такие горшки бывают разного размера, и в них вызревает как белое вино, так и красное. Квеври грузины закапывают в землю по самую горловину и заполняют его виноградным соком и мезгой. Здесь вино проходит ферментацию на протяжении нескольких месяцев. Когда вино готово, его переливают в бутылки или бочки. Квеври тщательно моют, чтобы опять в следующем году они были готовы к принятию нового урожая винограда. Первый опыт увидеть, где эти квеври начинают свое существование, для меня, как геннадела, это было очень интересно. Для транспортировки одного квеври необходимо 7 человек. А когда уйдете? 7-8 человек. Какое счастье, даже мы четверо можем сделать это. Как ты думаешь? Всего-то 2 тонны. Да, мы нужны для координации. Мы сможем 2, сразу 2, потому что это 7 человек по стандарту. Один грузин, один армянин, это уже 4 человек. Посмотреть на то, как виноделы тащат квеври, было бы очень интересно. Валерия Петрова! Валерия! Валерия! Была проблема на границе с паспортом. Была проблема, потому что гендерный вопрос. Да, да, да. Они не могли отличаться, он Валерий Петров или она Валерия Петрова. Валерия Петрова. Как же было все на самом деле, это пусть останется на совести пограничников. Но главное, что Валерий Петров уже с нами. А это значит, что битва виноделов началась. Слава Богу, мы в полном составе. И мы были, кстати, очень рады, когда его увидели. Боже, мы так обрадовались. Да. На дегустацию вина господин Петров успевает. Это невозможно пропустить. И пока мастер Квеври угощает вином и закусками, у нас есть время познакомить вас с главной героиней сегодняшней передачи Аурикой Кройтор. Винодельня Мосмери находится примерно в полутора часах езды от столицы Грузии. Но Аурико с мужем Георгий и двумя сыновьями живут в Тбилиси. Сейчас Аурико готовит завтрак. Грузинский национальный пирог с начинкой из сыра и яйца хачапури. Часто будет полуслоеное, мягкое, нежное. Я надеюсь. Иногда не получается. Я Аурико Кройтор. Мне 40 лет. Мягкий сыр, слегка соленый. Я замужем уже больше 20 лет. Живу в Грузии с 8 лет. Мы никогда так не завтракали. Да. Так тихо. У нас обычно не получается вместе завтракать. Завтракаем вместе. Четыре мы, если где-то в другом месте. Мой муж – это человек, который вместе со мной строил нашу жизнь, нашу семью. Мы вместе строили карьеру. Мы лидеры, и это порой очень сложно. Младший сын, которому 8 лет, он учится в третьем классе. Старший сын, он учится в университете на первом курсе на инженера электрика. И это его очень интересует. Как мы вам уже рассказывали, Аурико родилась в Молдавии, и мама у нее молдаванка. Но в возрасте 8 лет она с семьей переехала в Грузию. Она была очень легатная, очень красивая. Все, кто вспоминают, уже много лет прошло, как ее нет. Но ее очень многие знали у нас в маленьком городе. Это вышиванка, рубашка моей мамы. Когда ей было, наверное, лет 17-18, она мне ее оставила, и я ее нашел с гордостью. Говорят, что я здесь чем-то похожа на нее, на этой фотографии. Я приехал знакомиться. С родителями? Да. Я тогда был как на экзамене. Она нам запрещала уже встречаться, и он приехал, чтобы с ней договориться. Это был такой дел. Я потом с мамой поговорила, и она сказала, что он хороший. И она разрешила нам встречаться. Но экзамен – это вся жизнь, как оказалось. Винодельня Мосмери по грузинским меркам средних размеров. И если само производство находится в Кахетии, недалеко от города Телави, то в столице Грузии, в самом ее центре, бюро управляющего винодельни Аурики. Здесь же разместился и винный бар. Как раз туда направляется и наша главная героиня. А, это бог вина, который очень популярный среди туристов в Грузии. Это место, где все останавливаются, фотографируются. У нас его называют Тамадой. Мы подошли к нашему винному бару. Наша визитка, наша винодельня в Твилиси. В 2019 году, в сентябре, была завершена работа и была открыта гостиница в Кахетии. В параллельном режиме, в сентябре же, мы открыли винный бар в Твилиси. А вот и менеджер нашего бара, Бачи. Он же наш сомелье. Наша команда выросла. У меня есть менеджер по местным продажам. Есть менеджер ресторана, есть менеджер гостиницы. У винодельни есть не только вино и виноградники, но и ресторан, а также гостиница. И самое главное на этом предприятии – Аурика. Я часть этой команды. Я не люблю это слово, очень самое главное. Это слишком громко звучит, и люди потом слишком напрягаются. С ней вообще трудно работать. Сочи, я тебя убью. Ну, нет. Нет. Наоборот, чувствую, что меня сотрудники любят. Я не думаю, что это потому, что я повышаю голос или я очень строгая, не знаю, Бачи. Ну, я думаю, что это только в некоторых моментах рабочего процесса. А так ты очень веселая. Ничто не мешает даже Айрон Леди или Маргарет Тэтчер, которая правит железной рукой, оставаться женщиной элегантной, в том же имя красивое и душой коллектива. Ну, и мы, в свою очередь, тоже уважаем и ценим, и гордимся тем, что она происходит из Молдавии. Это чувствуется, что я начальник? По-моему, именно в баре немножко. Немножко. А в той компании больше, да. Насчет Аурики. Она шпионка вообще. Потому что, что бы ни сказали на армянском языке, я мистер Хачикян когда говорю, она понимает все. Практически знает все армянские фразы. Она понимает все. А вот и кабинет начальницы. У меня всегда очень много цветов вокруг. Я люблю цветы. К сожалению, никак не удалось купить вазу, но очень красиво получается это в винных бутылках. Всем очень нравится. Поскольку я очень долгое время провожу на работе, и зачастую, бывает, проходят недели, когда я не могу видеть детей, но у меня их тут с собой, а не всегда. Это все, что у меня есть в этой жизни. И она очень хорошая подруга. Она на высшем уровне представит Грузию. И мы все будем гордиться. Сейчас у нас есть возможность познакомиться с владельцем винодельни Йоргом Матисом, который вместе с Саурикой выберет вино, которое будет подано для конкурса винной бутылки. Будут ли украинцы, молдаване и армяне правильно оценивать такое уникальное вино? Я поэтому тебе говорю, мы хотим выиграть или мы хотим быть интересными. С этим ты выделяешься, будешь интересен, но не выиграешь. Я думаю, что это вопрос чести для Грузии, грузинских виноделин, выиграть эту битву. И мы должны побороться не с точки зрения наших виноделин, но с точки зрения государственной важности, ценности. Я на это очень надеюсь, что Грузия выиграет. Победит или не победит, это мы еще увидим. Для того, чтобы выиграть, надо красное вино, наверное, выделят. Я так думаю. Если так посмотреть на участников, наверное, самая целеустремленная на победу – это Аурика. С лукавлю, если скажу, что я не хочу выиграть. Думаю, что для, скажем, более широкой такой публики, думаю, что, наверное, соперная резерва будет хорошая. Для нас это игра, для нас это игра, а для нее это битва. Да, битва, кровожадная битва. Уникальный метод приготовления вина в Квебре принадлежит только Грузии, поэтому я думаю, что это правильное решение. Дадут ли золотую медаль и виноделы – это мы еще посмотрим. Сейчас мы держим путь на винодельню в Кахетию, которая находится в нескольких километрах езды от города Тылави. Тут мое сердце и душа. Сейчас я понимаю, что не у каждого человека есть столько связей с вином, сколько у меня было с детства. Мой дедушка, он был виноделом. У него были свои виноградники. Я часто спускалась в его погреб, где у него в бочках хранилось вино. Я очень хорошо помнила всегда этот запах. На винодельне Аурику встречает Давид. Как говорит наша героиня, это настоящее золото винодельни. И у Давида есть мудрый совет, который нужно учитывать, встречая гостей. Приветствую, Аурикан. Здравствуйте, Давид. Рад видеть вас. В Грузии. Такой совершенно день, да, просто прекрасный день. Вино никогда не любят 6 часов. Заканчивание работы, да, как детей растешь, просто вот такие они, да, просто. Надо его любить, чтобы его правильно делать. Это самое главное, это первое, да, просто вот. Зная, что Аурика представитель не только грузинской команды, но также наполовину молдавской команды, для нас сегодня день такой, ну, как бы в Грузии, но и дома. Так что будет интересно. Преимущество Грузии, ну, так, что в Грузии очень много сортов винограда. Это перспектива того, что вот эти традиции, которые у нас были, да, с сочетанием, там, и грузинской культуры, песни, и, да, просто вот это все надо привести в порядок и правильно выложить. Я уверена в том, что наше вино самое шарное. Да, все вино, все лучшее, один лучше другого, да? Да, да. Вот так. Я с нетерпением жду этого визита, потому что я знаю, что будет потрясающе. Ну, а мы в предвкушении грузинского гостеприимства. Ясно одно, Аурика поставила высокую планку. Осталось только узнать, удастся ли это воплотить в жизнь. Но вернемся к нашим виноделам. Следующая остановка в программе Аурики – музей Чавчавадзе. Грузинский поэт, общественный деятель, аристократ и военно-начальник преимператорской службы Александр Чавчавадзе считается основоположником европеизации Грузии. И именно он построил в Грузии первую винодельню, где вино впервые начали разливать в бутылки. Осмотрев аутентичную обстановку дома Чавчавадзе, гости приглашаются в винный погреб. Но не для того, чтобы продегустировать вино, а чтобы осмотреть коллекцию вин. Некоторые бутылки вина в этом погребе провели больше ста лет. Тут реально есть пару уникальных экземпляров. И то, что мы так близко к ним были и могли даже к ним дотронуться, вот это не в каждой стране ты можешь увидеть. Они конкретно сконцентрировались на том, что изучают, что происходит с вином, если с ним ничего не делать. Бить нельзя, я вот объяснял. Это для научных целей. Конечно, они вкусные, потому что они оксидируются, и это время, ну как бы это же... Вискованно, рискованно. Может быть, получится так, что будет очень-очень хорошее, незабываемое, так что никогда в жизни не забудешь, но может быть, очень плохое. А я не верю в это. Я думаю, что там все муляж, там ничего нет. Это мое мнение. Ну как, не то, что муляж, там остатки того, что было когда-то вино. А как мы узнаем, что это шато-марго? Ничего нет. У них, они как бы... Я аудитор. Нужно документы, свои заявления. Вообще, на самом деле, если вы проводите туры, и у вас такое количество, это всегда интересует людей. И, как правило, коллекции всегда гордятся, ну как бы стоимостью своей коллекции. Это, ну, для виноделов, я скажу, хорошее вино не имеет цены. Очень красиво сказано. Золотые слова. По признанию экскурсовода, цену коллекции в денежном эквиваленте невозможно определить. Ведь для каждого винодела свое вино – самое лучшее и ценное. Коллекция вин, конечно, впечатлила. Полный респект и уважение к грузинам, что они... Смогли сохранить? ...сохраняют, ну и, конечно же, гордятся этой коллекции. Здесь, в Шато-Вартеле, каждому сорту вина индивидуальный подход. Мы даем каждому оттенку вкуса проявить свой характер. И сочетаем их так, чтобы раскрыть красоту каждого из них. Так рождается индивидуал из сильных эмоций, из глубоких знаний, из жажды индивидуальности. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Далее смотрите, какой сюрприз для своих гостей за столом приготовила Аурика. Вы видели их глаза? Вы видели их эмоции? Что за блюдо на грузинском языке называется суки? Вы знаете слой? Я тоже суки. Извиняюсь. Как остальные гости оценят гостеприимство Аурики? Аурика с каумар, чос! Каумар, чос! Каумар, чос! Эмиссиона есть рекомендата де Шато-Вартели. Ион Лука – винодел из Молдавии. Арам Мачинян представляет Армению. Торники Чубенидзе занимается производством вина в Грузии. Еще Грузию представляет Аурика Кройтор. А Оксана Ткаченко – винодел из Украины. Второй представитель Молдавии в этом проекте – Калин Апродо. Возген Хачикян занимается производством вина в Армении. Неподалеку же от Одессы живет украинский винодел Валерий Петров. Битва виноделов началась! Продолжаем наслаждаться грузинским гостеприимством. И после двух экскурсий мы прибыли на винодельню Мосмери. Как мы уже упоминали, это винодельня средних размеров. Площадь виноградников – 22 гектара. И максимальная производственная мощность составляет 200 тысяч бутылок в год. Мосмери – молодая винодельня, потому что вина под таким названием можно купить, начиная с 2017 года. Добро пожаловать на нашу винодельню. Я сегодня покажу вам наше производство, классическое и традиционное. После этого у нас будет возможность сделать пару сюжетов с выпечкой хлеба, тоже в традиционном стиле. Мне очень нравится то, что башня есть на винодельне. Вообще стиль, атмосфера, эти здания, виноградники – это мне очень по душе. В общем, мы сейчас находимся в сердце нашей винодельни, там, где делается наше вино. Первое впечатление винарни Аурики – вау. Прекрасно. Ну, просто вау. Идея, вообще, концепция этой винодельни в том, чтобы развивать наши автохтонные сорта. Мы делаем акцент на качество, и мы делаем наше вино только из автохтонов и только из лучших, скажем, не сортов, из лучших виноградов. Белое вино по классической технологии и по традиционной технологии с выдержкой на мезге. Я для себя, для своей новой винодельни тоже хочу эти цистерны, потому что они делают мою работу легче. Ну, то, что я… С тобой смотрели каталог, который ты привез. Я не могла оторваться от этого каталога, потому что это невероятно. Есть разные бочки, да, есть производители. Подешевле, подороже, лучше, хуже. И то же самое с цистернами. Козырева этой винодельни знают долг и вложены огромные деньги, ну, для ее, как бы, создания. Доволен тем фактом, что Аурика представляет Грузию. Эта винодельня все очень качественно здесь, очень сделана от души, от сердца. Осмотрев винодельню, гостей приглашают попробовать испечь хлеб. Что испекут, тем и за столом будут наслаждаться. Как вы уже заметили, у нас это не только производственная часть, но и туристическая, где мы предоставляем мастер-классы для наших гостей. Мы выпекаем традиционный хлеб. Вы можете попробовать. Прошу, прошу. Не забывайте, что там большая температура, вам нужно… У вас, Гена, получился первый блинкомом. Профессора упало. Почему-то у профессора Хачекьян упал. Ну, Гава же, что первый блин… Ну, это не проблема, это случается. Галстуком не получается. Ну, ладно, сейчас без Гасты. Хлеб, ну, этот падает, но главное, чтобы Гастук стоял. Гастук стоял. Насчет Вазгина я могу сказать, что одежда не была пригодна для этого. Так, да? Don't let us down. Don't let us down. А мне, ну, давай, хотя бы один представитель. Сейчас я покажу. Да! У нас будет хлеб с шарпиком. Галстуком. А ты на дно улаживай, там потеплее. Нет, не придет? Это уже лаваш, слушай. Все, пошел. Сол, сол. А я первый, то есть, был самым рискованным, и через мои ошибки они делали свой хороший хлеб. Нет, нет. До второго раза мне получился. Но у них тоже такие длинные. А у вас короткие. У кого он короткий? Ну, хлеб шикарный, конечно. Я думаю, мы будем неделю его есть. Нет, это женские руки нужны. Это женские руки нужны. Когда хлеб уже готов, пришло время садиться за стол. Ведь нас ожидают три вина и три блюда к ним. Напоминаем, что все это нужно оценивать так же, как и атмосферу и бутылку вина, которую Аурика выставляет на суд остальных. А теперь обо всем по порядку. Вот так выглядит стол, пока за него не сели виноделы. И какой же вечер без национальной грузинской музыки. Уважаемые гости, я хотела начать нашу официальную часть нашего многоголосия, чем наша Грузия так же славится и гордится. Поэтому давайте послушаем. Во всем мире грузинская музыка, грузинское многоголосие – это во всем мире признано и всеми любимым. Я очень ждала, потому что я большая поклонница грузинской национальной музыки и танца. Грузинская музыка Грузинская музыка Поэтому, естественно, это впечатляет и поражает, и на Украине пока такого нет. Но это грузинская древняя традиция, и мы рады, что она у них осталась. Браво! Под аплодисменты пришло время для первого вина. Это белое вино Цинандали, которое производят по классической технологии. Не в квевре, а в высокотехнологичных нержавеющих цистернах. Поскольку наш винодел сам выбирает, есть ли необходимость купажа или нет, в данном случае не было необходимости делать блендинг, и мы получили прекрасное вино только из одного сорта. Это не квевре, это классическая технология. Цинандали, да? Да, цинандали. Цинандали, да? Да, здесь нет ни бочки, здесь нет ни квеври. Первое вино понравилось арома, но после вкусти, вкусти не так уж не понравилось. Это как бы сорт мужской, и ему не хватало. Мужской, это же, да. Ему не хватало сыр. Не так, как тебя надо. Да, да, загрузил, потому что мы все были в Грузии первый раз. Первый день надо выпить за хозяйкой. Спасибо. Чтобы все было хорошо. Господи Хачкиан. Господи Хачкиан, я присоединяюсь к вашему тосту. Но если вы позволите, я хотела бы поднять этот тост за Грузию. И как положено в Грузии, первым тостом я все же хотела бы предложить мир всем нам, всем нашим странам. И тост за мир – это первый традиционный тост, который мы поднимаем за столом. Для меня это был, наверное, самый грустный момент – осознать то, что грузины, во-первых, пьют за мир. Значит, они столько настрадались. Для меня это был такой момент, где дрожь прошла, и я, ой, боже, это, конечно же, да. Это мир у мир, и да, это самое важное. За мир во всем мире, если позволите. Я прошу прощения, господин, господин. Грузия очень страдала от нашествий там иностранных, и до сих пор как бы чувствует... Всегда не хватало мира. И к вину Цинандали подаются традиционные национальные закуски, а также грибы в специальном соусе. Здесь у нас нестандартная сервировка, не совсем стандартные грузинские блюда, но с грузинским акцентом или с грузинскими продуктами. Про стол? Давай. Ну, я это буду ценить как человек, который... Кофеционал. Как глава федерации шашляков в Армении. Стол бы накрыт на европейском уровне, но нам захотелось бы на грузинском уровне, то есть национального колорита, национальных оценок, чтобы было больше. Как национальное ли это, но во всяком соус и все вот эти зелень, они впечатляют. Впечатляет и культурная программа. Сейчас пришло время насладиться национальными грузинскими танцами. К вашему вниманию свадебный танец. Грузины, они вообще отличались всегда своим таким вот темпераментом. А как лица танцоров? Вы их видели? Вы видели их глаза? Вы видели их эмоции? То есть как бы они же жили в этом танце. Матлоба, Диди. Наша культура насчет полифоны. И танцы тоже грузинские. Между прочим, турники по нашим сведениям очень хорошо танцуют. Это тоже большая ошибка. Это дезинформация. К национальному грузинскому блюду чкмерулли подается второе вино. Это белое вино кахури. Его делали в квевре из сорта винограда, который называется аркацителли. Из-за ярко выраженного цвета это белое вино называется янтарным. Что же касается блюда, поданного к нему, это цыпленок чкмерулли. Он готовится в сливочном соусе с чесноком. Мои дорогие гости, я хочу вам представить наше второе вино. Вино уникальное, квевре. Опять же, сорт туркоцители. И при данной последовательности у вас есть возможность сравнить классическую технологию, традиционную технологию. Насколько она отличается, какие она нам дает дополнительные ароматы. Еще один вопрос. Как правильно подавать эти вина? Как обычно белые, охлажденными до... Между... Здесь я бежу все. Кстати, очень много говорят по поводу температуры подачи. Международный белый и красный вино. То есть не 7, 8, 10 градусов, а винат, 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 выше, чем... Я не готов ничего сказать про вино этого стиля. Во-первых, потому что я не привык пить белое вино при такой температуре, еще с такой текстурой. Парень говорит через собственный опыт. Это первое. Второе, вопрос, который он задал, это просто температура, при которой нужно подавать. Нужно охлаждать или нужно подавать при так, чуть холоднее, чем красный вино. И все. У нас второй тост в Грузии за гостя. Позвольте мне поднять этот тост за вас. Хочу вас поблагодарить, что сегодня вы являетесь моими гостями. Мне нравится идея Квеври, но вот именно сегодня первое вино мне понравилось больше, чем второе. Первое вина было, и у второго мне больше понравился арома. Но после вкуса, не знаю. Вкус этого вот, что как будто сжимает щеки с одной стороны, и тем самым немножечко накрывает все остальное. И даже если ароматы прикольные, то это вино становится очень тяжелым к восприятию. И я не хочу сейчас критиковать это вино. Данное блюдо называется чикмирули, и оно происходит из рачи. Это как оргазм. Это очень вкусно. Салат, много зелени, много соуса. Это как бы оно дает вот такой вот неповторимый вкус. Ну, в основном, очень хорошо было с едой. Калин у нас сегодня очень-очень тихо сидит. Я не понимаю, он что, испортился? Батарейки сели? Или в чем дело? Я просто сегодня весь день дышу осознанно. Как они это делают? Вы знаете, в начале проекта Оксана, мадам Оксана, сказала, что она очень плохо воспринимает юмор. И я вот сейчас смотрю, и она так хохочет вместе с нами. Мы не верим, здесь невозможно. Я не верю. Ну, направо тоже какой-то вид юмора. С чувством юмора у наших виноделов все в порядке. Что именно им показалось смешным, знают только они сами. А сейчас настало время провести конкурс винной бутылки. Напоминаем, что каждому виноделу на суд остальных нужно предоставить одну бутылку вина, которую можно купить в магазине. Винодельня Мосмери предоставила бутылку вина Саперави Квеври 2017 года. Ее цена 12 евро. Оно изготовлено традиционным грузинским способом в Квеври. Этикетка. Я думаю, это очень хороший пример классики, классические этикетки. Винодельня, названия, большими красивыми буквами Саперави Квеври 2017 года. Это фотография их виноделек? Да, конечно, смотри. А башня не похожа. Мы сейчас башня. Думаю, это не та башня. Это какая-то башня из Тоскана. Я так думаю. Вообще классика. Можно сказать, французское шатое издалека, если вы видите на прилавке. Мосмери звучит вполне по-французски. Саперави тоже. Ну что ж, давайте откроем. До того, как турники откроют эту бутылку, я хотел бы спросить про декантер. Различ из бутылки или все-таки из декантера? Ну, я тут чуть-чуть не согласен, потому что тогда это не будет то же самое, как и в всех остальных эпизодах. Виноделы не могут прийти к общему знаменателю. Нужно ли использовать декантер? Ведь он действительно меняет вкус вина. Есть вина, которые по показанию подаются из декантера. Мне кажется, что это... Давайте без декантера. Я согласен, мы без декантера. Все так все. Все, чтобы были предъявшие условия. Мне очень важно то, что люди понимали важность декантера. Я не против декантера, я их продаю. Но в этом сеттинге я бы хотел, чтобы у всех было те же самые условия. Именно так. Правила у всех одинаковые, и декантер до этого не попадал в поле нашего внимания. Декантер тоже есть. Не столько. Нет. Не столько. Да, не столько, да. Ну, это очень хорошее. Да. Очень хорошее, и мне очень нравится. Это было сначала дупо, потом квеври. Это было сначала квеври, потом дупо. Решено налить вино в бокалы прямо из бутылки, а оставшиеся в декантер. Это означает, что будет возможность наслаждаться вином как привычным способом, так и из декантера. Правила вина, которые долго находятся в бутылке, либо у них очень высокий потенциал, они нуждаются в кислороде для того, чтобы показать себя во всей своей красе. Я бы очень долгое время проводил с этим вином. Это как бы после обеда, после основных блюд чувствуется арома, потому что каждый раз оно меняется. Там оттенки шоколада, там оттенки карамели, оттенки black currant. Для меня это такое вино, честно говоря. Не слышны никакие посторонние практически тона, не слышны посторонние вкусы. Он соответствует своему номинанию, сапирави. Пришло время возвратиться к столу, ведь еще нужно попробовать третье по счету вино. Его подадут к стейку. Мы сделали сапирави 2016 года и выдержали его в бочке в течение шести месяцев. Это одно из самых лучших вин на сегодняшний день, представленный на наши винодельня. Сейчас у вас есть возможность попробовать, как он звучит, как он показан, как он себя проявил в нашем таруаре. Данное вино очень хорошо сочетается со стейком. Здесь тоже одна оговорка. Стейк – это не совсем аутентично к грузинской кухне. Ну, стейк, как бы, понятно, мясо есть мясо, но вино было исключительно. С шашлыком лучше. Ну, всегда вино с шашлыком, то есть красное вино с шашлыком. Это как бы девятая симфония Бетховена. Иреплейсабель. Да. Тем временем винодел Хачикян успел поменять одежду. Он стал похож на футболиста. Тем более на этой рубашке написана его фамилия. Неужели мы что-то не знаем о нашем армянском друге? Это рубашка, подаренная мне, тенгизм Сулак Фелидзе, легендарным футболистом Тубилисского Динава. Дай мне. Тару? Тару? Суки. Суки? Суки. Вы знаете, слой. Я тоже слой. Извиняюсь. Суки у нас называется часть, которая идет вдоль... Да, вдоль хребта, вдоль позвоночника. Медальон по-другому это называется. В румынском языке это называют воробиуца, баробушек. Да. Это участок... А мы, грузины, это называем суки. Да, грузинский суки. Кушайте суки. У нас было так же в Армении. У нас в Армении руководитель общения. У него были гости из России. Он говорит, ешьте суки, ешьте суки. Надо правильно ставить знаки крепить на ангел. Так суки они... Как хочешь, говори, а не суки. Если в ванной... Простота и ванной. Другой. Если в ванной... Ну, как же простота и простота. Три блюда продегустированы, вино оценено и вечер уже подходит к концу. Интересно, что сама главная героиня нашей сегодняшней передачи думает о проведенном дне. С теми возможностями, с теми обстоятельствами, которые были, я думаю, сделала максимально. Я думаю, что я сделала максимально. Ну, Грузия, это всегда, знаете, как говорится, тебя срывает башню. Да. Вот я по-другому сказать не могу. Обожаю быть в Грузии. Я обожаю грузинскую культуру. Тогда восторг надо превратить в пункты и оценить все, что сегодня было. Напоминаем, максимальное количество очков, которое может заработать один винодел, это 630 баллов. Время оценить Аурику и выяснить, появится ли в нашем проекте новый лидер. Так, а, значит, суки это белый как бы десерт. Ну, тогда 10 ставим за суки. Итак, Аурика набрала такое же количество очков, как и наш нынешний лидер ИОН. 511 пунктов. Это означает, что, по крайней мере, пока главный приз и первое место делятся на двоих участников проекта. Но все самое интересное еще впереди. Ведь в следующий раз мы будем гостить у второго представителя Грузии Торники. Здесь, в Шато-Вартеле, каждому сорту вина индивидуальный подход. Мы даем каждому оттенку вкуса проявить свой характер. И сочетаем их так, чтобы раскрыть красоту каждого из них. Так рождается индивидуум. Из сильных эмоций. Из глубоких знаний. Из жажды индивидуальности. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. От всей души хотела, чтобы... Саша очень хорошо. Браво. Самая лучшая, самая лучшая женщина. Браво. 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 Браво.